книга открытым уком том 26 тема вера вопрос 3799 при нормальном развитии окончании жизни каждого ждет старость насколько же различна она у верующих и неверующих отвечает игнатий тихонович лапкин пока не будем доказывать насколько кто прав своих убеждениях а просто посчитаем что каждый имеет право на свои заключения каждый твердо уверен что получит то во что верил если отрицать веру и неверие тогда и вопрос отпадает потому что нет личности наступает старость при естественном ходе жизни а дальше развязка что ожидает неверующий он оставляет любимые им дело с трудом нажды жилища богатства родных его нет он будет отвезен и оставлен совсем совсем один на кладбище пока что еще будучи живым и неверующий мыслит категориями отблеска от оставшейся жизни не хочется чтобы какая-то связь с живущими у него все уже оставалось были бы добрые воспоминания тут бесконечное число вариаций кто и как озабочивается о своих похоронах и о памяти о себе иначе для чего эти лафеты трубы надписи некрологи название улиц и заводов и даже городов в честь самых неверующих коммунистов но его то уже нигде нет и он понимает что ему от этого не тепло не ласково заручается в том чтобы его детей тут не обижали и вот умирают верующие для него смерти нет просто естественный переход из одного состояния в другое и в ожидании более лучшее предстоит если же не так то живые ему тут в помощь своими молитвами и делами милостыни больной усталый лед больной и талый снег и все течет течет как весел вешний бег могучих мутных вод и плачет дряхлый снег и умирает лед а воздух полон нек и колокол поет от стрел весны падет тюрьма свободных рек угрюмых зима плод больной и темный лед усталый талый снег и колокол поет что жив мой бог вовек что смерть сама умрет дмитрий сергеевич мережковский книга сирахова 42 с 3 по 5 стихи о смерть отраден твой приговор для человека нуждающегося изнемогающего в силах для престарелого и обремененного заботами обо всем для не имеющего надежды и потерявшего терпения не бойся смертного приговора вспомни о предках твоих и потомках это приговор от господа над всякую плотью да мы смиряясь и молчим в конце концов бесспорно юродствующий век век проходит над землей он развивает ум старательно упорно и надспехается над чувством и душой ну что ж положим так что вовсе не позорно молчать сознательно но заодно с толпой веселье чувственности сытой и шальной засмеивать печаль и шествовать покорно толпа всегда толпа в толпе себя не видно в могилу заодно сойти с ней не обидно но каково то тем кому судьба стареть и ждать как подрастут иные поколения и окружаться обоих ждущих отпущения последних магика забывших умереть константин константинович случевский когда приходит старость тогда и видно что же было впереди верующий знает как относиться к старым и немогшим ибо об этом говорит ему святая библия книга сирахова 9 7 не пренебрегай человека в старости его ибо и мы стареем иногда приходится видеть что грешные люди живут припеваючи до старости книга иова 21 7 почему беззаконные живут достигают старости да и силами крепкие у верующего есть надежда на всемогущего создателя и он ему усерднее начинает молиться а у неверующего нет надежды а в достатке есть горькое разочарование смущение от того что его не оценили что он одинок псалом семьдесят девятый стих не отвергни меня во время старости когда будет оскудевать сила моя не оставь меня еще один усталый ум погас бедняк играет глупыми словами смеет это он осмеивает нас как в дни былые был осмеян нами слеза мирская в людях велика великий смех безумные плодятся о берегитесь вы кому так жизнь легка чтобы с безумцем вам не побрататься чтоб тот же мрак не обстился в вас он ближе к нам чем кажется порою да кто ж поистине скажите кто из нас за долгий срок не потемнел душою константин константинович случевский верующие не боится мысленно проникнуть завидимую красоту зная что в глазах столь привлекательных сегодня в скором времени будут копошиться черви могильные а кожи слезть костей и будет зловонья и смрад все что у нас хорошего бывает молодостью люди называют пыл души непримиримость спорах говорят пройдут и очень скоро говорит когда я старше буду я горячность юности забуду от тревог и от дорог устану говорят я равнодушным стану сделаешь сделаешь спокойным и солидным безразличным к славе и обидам буду звать гостей на чашку чая от друзей врагов не отличая если правда может так случиться лучше мне сегодня ж оступиться лучше мне такого не дождаться нынче в пропасть со скалы сорваться расул гамзатович гамзатов верующие воздаяния после смерти готовится к исходу молясь богу прося провести его через мытарство упрашивает ангела хранителя и всех святых помочь ему он уже не одинок из-за него молится церковь христова премудрость соломона 49 мудрость есть седина для людей и беспорочная жизнь возраст старости все сверстники мои давно уж на покое и младшие давно сшли уж на покой зачем же я один несу ярмо земное забытый каторжник на каторги мной не я ли искупил ценой страданий многих все чем предпромыслом я быть виновным мог или только для меня своих законов строгих не властен отменить злопамятливый бог 1872 год пётр андреевич вяземский 2 маковейская 6 27 посему мужественно расставаясь теперь с жизнью сам я являюсь достойном старости